На завтра синоптики объявили оранжевый уровень. Утром во многих районах страны ожидаются грозы. После полудня шквалистые усиления с порывами до 20 метров в секунду. На юго-восточной половине пройдут сильные дожди, возможно, с градом. После месяца изнурительной жары на Скандинавию обрушился шторм Пяеве. Прошли сильные дожди и грозы. В Финляндии ветер разогнался до 97 километров в час. Кромки деревьев нагибались до земли и сполосовали почву, как грабли. Около 85 тысяч зданий остались без электричества. Железнодорожное сообщение нарушено. Некоторые поезда удалось заменить дополнительными автобусами. По данным метеорологов, ураган ослаб и двинулся на восток. Части американского штата Миссисипи затопили ливни. Объявлена чрезвычайная ситуация. На северо-востоке за несколько часов выпало от 120 до 250 миллиметров осадков. Затоплены улицы, машины стоят в глубокой воде. От паводков пострадал и штат Теннесси. Там затопило несколько районов. На въезд в город Сельмер перекрыт мост. 3 июля Бобруйск окутают облака. Утром будет пасмурно. Возможно, небольшие осадки. К вечеру небо разверзнется. По улицам застучат капли дождя. Вероятность грозы 90%. Ветер закружится в вальсе. За день сменится 4 раза. Сначала западный на юго-восточный, затем на восточный и, наконец, на северо-восточный. Скорость небольшая, до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 25 выше нуля. Ночью от 17 тепла.